Мудрость наших праотцов. Хорошо. Давайте поговорим все-таки о Торе. Конкретно о том, что в этот шаббат завершается чтение третьей книги Торы. Начинается четвертая книга Тора, которая традиционно называется на еврите Бамидбар в пустыне, вне еврейских источниках числа. Почему числа? В первых же главах, в первых же строках этой главы и этой книги начинается перечисление колен Израиля, которые становятся в боевые порядки, чтобы занять территорию Рецисраэль. И это всегда почти совпадает с Днем Иерусалима. Что такое День Иерусалима? Это самый молодой, можно сказать, израильский праздник, религиозно-сионистский, когда в сионистских синагогах читают специальную молитву, которая читается обычно в религиозных случаях, молитва Галель. Мы прославляем нашу армию и Всевышнего, который дал нам захватить возможность занять, освободить исторический Иерусалим, старый город Иерусалима, куда 2000 лет были направлены все взоры всех евреев мира. Иерусалим – это столица всего еврейского народа, не только столица государства Израиль. И только евреи говорили, что Иерусалим – это город номер один для нас, потому что мусульмане, которые так сильно претендуют на Иерусалим, для них это только третий по значению важный город мира. Конечно, возникают споры, нужно ли ходить с флагами, не нужно ли ходить. Я оставлю этот вопрос политикам. Нам надо сохранить Иерусалим в сердце, и бывает там чаще, где только возможно, и призывать всех евреев выплатить не на словах, а на деле ту фразу, которую они произносят в конце Песоха и в конце Йом-Кипура. До будущего года, я подчеркиваю, до будущего года в Иерусалиме. Шаббат шалом. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Детали». Александр Римон и Марк Речевский. Нам помогали две прекрасные девушки, Катя Вергунова и Анна Кельминзон. Ну и, естественно, Евгений Барабаш. Ну как он помогал? Как умел, так и помогал. Блестяще помогал. Ну, конечно. Встречаемся в рамках этой передачи ровно через неделю. Всего на лучшего. Программа «Детали». Первое радио.